Друзья, всем привет! Наконец-таки наступила долгожданная весна, с чем я вас и поздравляю! Задумался над тем, где же я давно не прогуливался. Выбор пал на пляж Суджукская коса. Напомню, этот пляж вошел в топ-10 лучших пляжей. Нет ни Новороссийска, нет ни Краснодарского края, всей России. Но об этом поговорим чуть позже. Ну а как он выглядит в зимнее время, предлагаю посмотреть далее. Прежде чем начнем, как всегда, попрошу поддержать лайками, балалайками. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Теперь отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может! Начинаем! Традиционно припарковался в районе Малой Земли. Прогуляемся пешочком, двигаемся по аллее в сторону моря. Покажу обязательно все интересное, что встречу на своем пути. И первое интересное, на что могу обратить внимание, это, конечно же, музей оружия, который расположен на открытом воздухе. На мое удивление, работает он и в зимнее время. Посмотрим приз Куран цен. Божеские цены. Входной билет 50 рублей, льготный билет 5 рублей. Военнослужащие по призыву, дети, сироды, инвалиды, дошкольники, школьники, студенты, учащиеся. А подскажите, ветераны боевых действий бесплатно? Нету такой льготы? Жалко. Не будем сегодня особо заострять внимание на этом музее. Обязательно вернусь сюда с детьми. Зайдем на музей оружия и, конечно же, на мемориал Малая Земля. Давно у меня Андрюха просится. В общем, посвятим этому отдельный сюжет. Кстати, для тех, кто не знает, мемориал Малая Земля находится прямо перед вами. Такая изрядно сегодня прохладная, ветреная погодка. Оно о том, что нам сегодня послала небесная канцелярия, как всегда, мы поговорим чуть позже. Обычно на пляж Суджукская коса я захожу со стороны дороги, со стороны заезда. Но сегодня предлагаю прогуляться немного другим путем. Вот он, всем неизвестный мемориал. Покажу его теперь поближе. Отсюда можно спуститься к морю. Ведут ступеньки. Довольно крутые, правда. Можно и упасть. К тому же при таких волнах, главное, чтобы не окатило и не обрызгало еще. Судя по тому, что здесь все мокрое, такое препятствие может случиться. Кстати, именно на этом месте опускают Бескозырку в ежегодную акцию Бескозырка. Но для тех, кто не знает, можете посмотреть на моем канале. Есть про это отдельный сюжет. Неоднократно в прошлых своих обзорах рассказывал, показывал массовую гибель птиц, которую я встречал на всем побережье, которое побывал за последний месяц. Также писали в комментариях, что на эту тему говорят почти все блогеры, которые снимают влоги на побережье края. Не знаю, в связи с чем это связано. Кто-то писал, что это из-за трагедии, которая случилась на судне в районе Крымского моста. Кто-то писал, что нет, это просто замерзли птицы, потому что февраль действительно выдался морозный. Не знаю, не знаю. Но если кто-то знает достоверную информацию, то обязательно отпущитесь в комментариях. Буду весьма признателен. Думаю, вот это место можно по праву назвать самым началом Суджукской косы. Ну, правда, как у любой палки, у косы тоже есть два конца. Один здесь, а другой на пляже Олексина с той стороны. Ну, где начало, где конец, вы уже решайте сами. Вспоминая свое детство, примерно лет 15 назад еще даже, на этом самом месте было два островка, а не такая сплошная коса. Из одного островка на другой можно было перебраться исключительно вброд. Ну, глубина небольшая, может быть, походит максимум. И каждый из островов был примерно метров 15-20 в диаметре. Ну, не знаю, в связи с чем это связано. То есть, здесь был залив исключительно с морской водой. Ну, а сейчас непонятно. Если растут камыши, могу предположить, что наполовину она пресная. Друзья, очень часто спрашивайте у меня в комментариях, когда же открывается купальный сезон в Новороссийске. Отвечу однозначно. Он, в принципе, плавно переходит из одного года в другой. Так, например, начало марта. Как видим, люди уже купаются. Ну, как водичка? Прохладная? Прохладная? Ну, у меня есть свой термометр. Чуть попозже замерим, сколько же она с точностью в градусах. Вот с этой стороны есть цивилизованный заезд на Сужуковскую косу. Ну, естественно, он перекрыт как зимой, так и летом. Кстати, с этого места, для тех, кто смотрел регулярно мои обзоры, мы смотрели салют на 23 февраля. Вот здесь я стоял, а запускали, были залпы в районе дельфинария. Подошел сюда не напрасно. Хочу показать вам памятник легендарному актеру, фрагмент из легендарного фильма «Бриллиантовая рука». Но для тех, кто не понял, это Андрей Миронов. И фрагмент, когда Лелик оттащил Гешу на необитаемый остров после неудачной рыбалки с Семеном Семеновичем. Так вот, к чему я это говорю? Много ходит слухов о том, что этот фрагмент снимался на острове Суджук, который расположен недалеко от Суджукской косы. Делал сюжет про это, рассказывал. Написали в итоге в комментариях, что да нет, этот фрагмент снимался под Туапсе. В следующем сюжете Суджукской косы рассказал, что про Туапсе. Мне кидают ссылки, что посмотри список городов, где снимался фильм «Бриллиантовая рука». Действительно, там есть списки «Новороссийск». Поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Но если кто-то знает правду, то обязательно отпишитесь в комментариях. Двигаемся дальше. И хочу обратить внимание вот на это место. В летнее курортное время это самая цивилизованная часть пляжа Суджукская коса. И то, про что я говорил ранее, действительно, по одному из рейтинговых агентств пляж Суджукская коса в 2017 году, по-моему, вошел в топ-10 лучших пляжей России. Учитывались абсолютно все критерии. И чистота воды, и оборудованность пляжей, и безопасность пляжей, и дно пляжа. В общем, все-все критерии. Ну, я, если честно, был приятно удивлен. Даже не подозревал, что всю жизнь прожил на берегу, практически на берегу лучшего пляжа России. Здорово! Ох, какой эффектный кадр поймал, а! Да, сегодня у нас намечается эпичная минуточка. Ветер начал дуть еще сильнее, задувая так, что стоять лицом к ветру и разговаривать просто невозможно. Думаю, камера не запишет звук. Ну и, как и обещал, самое время поговорить о том, что же нам послала небесная канцелярия. Согласно Гидромет Ютуб, папа может центру, температура воздуха на 6 марта 2021 года 12,9 градусов тепла. То есть, очень даже тепло, но с учетом такого ветра, конечно же, без шапки, без теплой куртки прогуляться не получится. И также, не знаю, получится или нет, замерить нам сегодня температуру водички. Попробуем. Да, тревел-блогера это не остановит. Остановят такие волны 10,6 градусов. Так, надо быстрее текать отсюда, пока не накрыло. Но это обозначает, что в водичке все-таки можно сегодня освежиться. Особенность пляжа Суджукская коса, что здесь довольно быстро становится глубоко. Свой рост я скрывал примерно метров через 7, как заходил. Но, проплывая дальше, то есть, чем ближе к краю Суджукской косы, вот от этого момента придет, идет такая небольшая мель. Чем дальше в ту сторону, тем эта мель будет дальше от берега. Так, например, отсюда видно черная полоса идет. Не знаю, насколько это передается на камеру. Ну, отсюда метров 20-30, наверное. Ну, а если в самом конце Суджукской косы, то там все метров 70-80. Так вот, вот это полоса мели, на которой можно вполне стоять по грудь, по пояс в некоторых местах даже. Вот на этой синей стойке в курортное время располагается надувная батут-горка. Ну, естественно, в это время года я не ожидал ее увидеть. Ну, а вот это местечко, по-моему, будет идеально для печи на минуточки релакса. Приятного просмотра! КОНЕЦ Ну, что, скажете, понравилось? Поддержите лайками, по лайкам, если до сих пор этого не сделали. А мы двигаемся дальше. Еще одни купающиеся женщины, любители острых ощущений зимой. Хотя, в принципе, что говорить, уже весна. Не знаю, когда я открою купальный сезон, но надеюсь, что через месяц, может быть, полтора, уже в начале мая, уже по-любому надо открывать. Так вот, вспомнился момент с художественного фильма «Марафон» в главных рулях Михаил Пореченков снимался, для тех, кто не знает. Когда он стоял возле моря, и женщина пошла там возле пирса, что-то там крутилось-крутилось, он нагнулся, поднял голову. Женщины нет. Подумал, что она утопилась, побежал ее спасать. В итоге женщина из-под пирса вылазит, говорит, мужчина, что с вами? К чему я так говорю? Потому что тот фрагмент фильма снимался именно на этом самом месте. Ну, кто не смотрел, обязательно посмотрите этот фильм. Пляж Шуджукская коса – один из немногих пляжей, который оборудован специальным спуском к воде для людей с ограниченными возможностями. Здорово. Может, этот критерий, кстати, тоже учитывался, когда делали рейтинг топ-10 пляжей России. Виндсап, серфинг. В общем, клуб для любителей острых морских ощущений. Какой-то морской котик тут греется на водном велосипеде, на катамаране. Здесь, кстати, их стоянка на зимнее время. Оцепили все тросами, чтобы не угнали. Какая-то машина стоит, не знаю. Относится она к водным велосипедам. Может, такой своеобразный катамаранчик тоже. Попель М. Ну и подходим к углу Шуджукской косы. Дошел до мыса Шуджук. Однозначно скажу, что водички в озере Соленом прибавилось. Вот тот самый водяной. В летнее время, ну, по пояс точно ему была глубина. Сейчас почти по грудь. Прибавилась водичка, здорово. Надеюсь, и Небержайского водохранилища наконец-то пополнится. И будет у нас по-прежнему круглосуточное водоснабжение. А там поживем, увидим. Сейчас посмотрим, никакие тут новые шедевры не появились. Испытаем лотерею удачи. Крутите барабан. Что нам сегодня преподнесет судьба. Жизнь это очень быстро. Наслаждайтесь. Пользуемся моментом. Наслаждаемся. А вот и один из экстремалов решил искупаться. Виндсерфинг, называется данный вид спорта, понеслась. Я всегда удивлялся. Ветер дует в одну сторону, а они плавают в разные. Вот так можно потоком ветра управлять. Коротко о этом месте для тех, кто не смотрел мои ранние обзоры Суджукской косы или пляжа Лексина. Один местный художник на пенсии в свободное время приезжает. И из подручных материалов, из мусора, который выбрасывает на берег. Делает настоящие шедевры. Так сделал, например, быка-символ 2021 года. Здесь такие бычок с коровой 2021 год. Ну и, конечно же, всех с наступающим 8 марта. Девочки, девушки и бабушки. Не могу не присоединиться к оратору этих слов. Милые наши дамы, поздравляю всех с наступающим 8 марта. Ну, хотя видео, когда выйдет, уже, наверное, будет с прошедшим. В общем, с праздником вас. Здесь тоже гребень такой намыла. Узенькая тропиночка осталась. Не знаю, будут ли разравнивать к новому курортному сезону. По идее, должны. Хотя таких сильных, прямо нереально сильных штормов, я что-то не припомню за последнее время. Значит, так каждый год намывает. Ну, а мы плавно двигаемся в обратную сторону. Также на пляже Суджукская коса есть волейбольная площадка, где абсолютно бесплатно можно поиграть в волейбол. Ну, даже приезжая в июле, днем, постоянно она заполнена. Я не знаю, как они договариваются, там, на вылет играют или как. Ну, пару волейбольных команд сидит еще в ожидании. Ждут, пока те доиграют, чтобы поменяться. Пользуются популярностью этот вид спорта здесь. Уточки, крякалки спрятались тут целым семейством. Ну, кстати, на этом месте мужики летом ловят рыбу. И говоря об этом, просили меня в комментариях сделать отдельный сюжет про рыбалку в Новороссийске. Обязательно сделаем. В принципе, сезон на рыбацке в Новороссийске начинается, ну, в мае месяце. Будем ловить в Ставриду. В общем, сделаем такой сюжетик. Тир страйкбольный. Стрельба без приза 150 рублей. Призовая стрельба 200 рублей. На сегодня не работает. Хотя, когда последний раз прогуливался по пляжу Алексина, еще раз повторюсь, это с другой стороны Суджукской косы. Там примерно такой же тир. И, на мое удивление, он работал в середине февраля. Единственное кафе на Суджукской косе. Естественно, в это время оно не работает. Ну, а летом так можно здесь прикайфовать. Играет музыка, потанцевать, отдохнуть, как настоящие короли. На этом месте раньше проводился ежегодный фестиваль «Морской узел». А ну, после, наверное, лет 7 назад его перенесли в Ленинский парк. Сейчас на этом месте картинг. Спросил цену на сегодня 500 рублей 10 минут. Чем вам не королевские гонки в Формулу-1? Ну, почти подошел к машине. На этом моменте предлагаю закончить нашу сегодняшнюю прогулку. Как всегда, охотно верю, что она была полезна и интересна. И в завершении, если все-таки понравилась, поддержите лайками, балалайками, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, колокольте, колокольчик, чтобы получить оповещение о нашей следующей новинке. Ну и до новых встреч. Всех обнял, приподнял, поставил. Увидимся. Отдыхайте тоже с YouTube-каналом. Папа может!